Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас у нас очень интересное видео. Буквально несколько дней назад лаборатория психологического обеспечения частично обновила свой компьютерный парк. Приобрели мы три новых мощнейших новых компьютера. И соответственно возникла идея записать видео о жизни с этими компьютерами. Вообще что такое компьютер в работе медицинских психологов, психофизиологов? Какую роль он играет в нашей работе? Все очень просто. На ваших экранах слайд, он так и называется собственно компьютеры в психологии и психологии. Очень важный момент. Работа любого медицинского психолога, психофизиолога строится на двух основных моментах. Первое, имеется ввиду по методам работы. Это индивидуальная беседа или же анкетирование. Фактически это сбор анамнеза, сбор данных по человеку. В этом случае работа эта составляет примерно метод наблюдения 5-10% работы медицинского психолога, психофизиолога в процентном соотношении. Соответственно немножко забегая вперед скажу, что основная часть работы это 90-95% случаев. Это работа компьютеризированная в большинстве своем. Соответственно мы собираем информацию о человеке. Это очень важно, анкетируем ли мы какую-то, даем анкету о его жизни или же беседуем с человеком. Но метод наблюдения это основной метод работы врачей-психиатров, психотерапевтов. У психологов, психофизиологов это диагностика имеется в виду как метод. Диагностика это метод. Метод наблюдения у психиатров и метод диагностики объективного получения данных у медицинских психологов, психофизиологов. 5-10% наблюдения, 90-95% это диагностика объективные данные. Данные условно говоря можно разделить на две части. Это качественная диагностика имеется прежде всего, патопсихологическая диагностика. Такие методики, как классификация, исключение предметов, простые аналогии и так далее. Таблицы Шульте, простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект и так далее. Все это является диагностикой. Понятно, что здесь речь идет о патодиагностике, а здесь речь идет о стандартизированных, компьютеризированных тестах. Соответственно, вот этот блок, он и составляет конкретную ежедневную работу медицинских психологов, психофизиологов. Соответственно говоря о медицинских психологах и их отношении к компьютерам. Вот здесь такая картинка, она изображает два одинаковых компьютера, достаточно мощных, объединенных в сеть. Один компьютер это компьютер специалиста, который занимается медицинской диагностикой, психологической диагностикой и компьютер обследуемого. Понятно, что не каждому пациенту можно предоставить такую возможность посадить его за компьютер, но тем не менее, в силу их психологических, психиатрических болезненных состояний. Но тем не менее, некоторым в большинстве своем можно при каких-то неврозах, психопатиях и так далее. Соответственно, мы сейчас не будем говорить о патодиагностике, о ней очень много сказано в предыдущих видео, а именно о количественных методах, компьютеризированных методах диагностики. Соответственно, это касательно медицинских психологов, да и вообще психологов в целом. Господа, дамы, 21 век на дворе. И, соответственно, представьте, что бы было, если бы была такая возможность, когда создавались такие методики, как методика Шульте, методика Кольца-Ландольта, корректурная проба по Бурдону. Если бы у разработчиков, у создателей этих великолепных, прекрасно работающих методик была бы возможность работать на компьютере. Как бы выглядела работа с таблицами Шульте, если бы у него, у этого товарища, можно было бы использовать компьютер. Он мог бы использовать компьютер. Собственно, 21 век на дворе мы компьютеризируем даже патопсихологические методики. А сейчас, говоря о психофизиологии как таковой, надо сказать следующее. У нас есть компьютер-сервер, одноранговая сеть и несколько компьютеров. От двух, трех до десятка, может быть, компьютеров, да, быть. Вот мы обновились, три новых компьютера приобрели. Значит, диагностика, конечно, количественная. То есть, используются по сети, с помощью наших программных средств, используются такие методики, как ММПИ, КТ, ЛУСК и, как я уже упоминал, ПЗМР, СЗМР и РДО. Без них, без этих новых современных методик, идущих на смену таким методикам, как проба Бурдона, Кольца Ландольта, таблицы Шульте, Без этих трех методик, ПЗМР, СЗМР и РДО, общая картина психофизиологической диагностики была бы неполной. Удивительные возможности они предоставляют. Соответственно, независимо от человека, мы можем четко понимать его функциональное состояние, благодаря этим новым современным методикам. Ну и их реализация, естественно, повторюсь, не была бы возможна без компьютерной техники. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!